Бег, спринт на 60 метров, легкая атлетика, неделя в Москве. Ну и, конечно, яркие забеги на Никольской. Главные звезды, хейдлайнеры этих самых забегов. Кристина Макаренко, Артем Макаренко, Сергей Шубенков и, конечно, состав звездных участников. Ольга Бузова на дистанции, Дмитрий Губерниев, Милана Хаметова, Евгения Медведева, известная фигуристка. Еще очень много медийных атлетов. Напряженная борьба в забегах, а затем финальные противостояния, где решится судьба медалей. В каждой категории обязательно смотрите этот выпуск, чтобы погрузиться в атмосферу спортивного праздника в самом центре столицы, на Никольской. Ставьте лайк, это поможет вам в продвижении. И пишите ваши комментарии, за кого будете болеть особенно. И вообще, кто ваш любимый легкий атлет? Обязательно делитесь в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и следующие спортивные выпуски, репортажи и, конечно, интервью лучших спортсменов. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь. А мы начинаем смотреть выпуск. Всем спортивный привет! Неделя легкой атлетики в Москве. Здесь, на Никольской, первый день соревнований и много звезд. Не только спорта, но и в принципе больших-больших звезд. Кристина Макаренко, наверное, один из стейдлайнеров сегодняшнего мероприятия. Сергей Шубенков. Пойдемте, посмотрим, как уже народ приходит сюда посмотреть, потому что остается около часа до старта программы. Но уже людей очень много. Так вот, Кристина Макаренко, Сергей Шубенков. Из таких почетных, именитых гостей. Не совсем из мира профессионального спорта в плане атлетизма. Дмитрий Губерниев, Евгения Медведева, известная фигуристка. Но явно не бегунья, а здесь она будет сражаться на дистанции. И, конечно, Ольга Бузова, она одна из тех, я уверен, за кого здесь особенно будут топить. По крайней мере, в прошлом году я был на этом соревновании. И за Ольгу Бузову болели особенно. Кстати, все обсуждают ее откровенный наряд. Поэтому посмотрим, как она сегодня выйдет на дистанцию. И если получится, спросим, уточним, так долго она подбирала костюм для этого легкого атлетического забега на Никольской. Смотрим! Исторушка победила Буми! Так, и совсем скоро уже начнется первый забег на сегодня. 60 метров, мужчины, дальше девушки побегут. Ну и следом звездный забег, в котором примет участие фигуристка Евгения Медведева. 60 метров. Здесь мы на специально оборудованной, но очень мало места на самом деле, трибуне для сотрудников прессы. Ну и будем смотреть сейчас за тем, как спортсмены будут стартовать. Ну и, соответственно, финишировать. Так, это первый старт. 60 метров, мужчины. Мощный разгон. Такое торможение в мягкое оборудованное ограждение. Следом девушки побегут, совсем скоро уже выйдут на старт. Ну и звездные забеги, в которых примут участие, в том числе, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, Евгения Медведева и другие-другие большие спортивные, не только звезды. Так, и готовятся. Здесь участники второго забега, разминаются и совсем скоро старт. Ну и посмотрите, вся Никольская улица в людях, которые пришли посмотреть. На самом деле, по опыту прошлого года я был как раз в этой гуще болельщиков, зрителей. Далеко не все пришли именно на спортивные соревнования. Некоторые пришли посмотреть на выступление Ольги Бузовой, например, которая разогревала здесь публику. И это здорово, потому что в центре Москвы много людей, звезды, которые приковывают к себе внимание сами по себе, и с исполнением композиции, тем более, ну и, соответственно, соревнования, такая пропаганда спорта. В здоровом смысле этого слова. Ну и ждем, ждем старта. Ольга Бузовой Ольга Бузовой Участники следующего дофига будут разбираться, настраивают для себя стартовые позиции, но участники второго возвращаются. Так, это уже третий забег. Так, и выходят девочки, первый забег, девчонок. Будем смотреть сейчас за тем, как он служится. И будем анализировать, на кого реагируют сильнее в Баллестике, на девчонок, на их скорости или на выступление мужиков. Ну а, кстати, после забегов у девушек, мы будем ждать звездные тройки. И фальстарт. Здесь, кстати, расположена комментаторская кабина. Трансляция, которая идет прямо сейчас в стриме. Продолжен, этот забег. Экстремальное торможение. Так, выходит участница второго забега. Здесь Кристина Макаренко на второй дорожке. Я думаю, что за нее, во-первых, особенно болеть сейчас будут. Но и я думаю, что она очередной фаворит. Это, я думаю, вы не дадите мне соврать, если напишите в комментариях, как думаете, кто же выиграет именно этот второй женский забег. Это, я думаю, что Кристина Макаренко разбегает в этой короткой 60-метровой дистанции с таким преимуществом. Очень серьезно. Так, на очередной звезд забега сейчас Евгения Медведева тоже со второй чемпионской. Видимо, у них одна с Кристиной Макаренко. Дорожка именно с нее будет начинать. Ну и, соответственно, заканчивается свой забег. Евгения Медведева. Известная фигуристка. Ну и, как мы видим, участвуемся легкоатлетических забегов. В прошлом году был отдельный забег здесь, на Никольской. Именно служил по такой же дорожке 60 метров и все такое прочее у фигуристов. Но они как-то, чуть ли не взявшись за руки, финишировали. И болельщики здесь были не очень довольны, что борьбы до самых последних метров не было. Поэтому посмотрим, как в этот раз будет в этом звездном забеге. Ну и старт дан. Здесь, посмотрите, низких стоек специальных стартов не было. Но и борьба, очень серьезная. Евгения Медведева выбывает из борьбы за победу. Ну, кайф. Я думаю, что такие финиши и такие вообще забеги, вот, включая с ним не профильных спортсменов, но и не только спортсменов, блогеров, артистов, это всегда здорово. И, конечно, привлекает дополнительное внимание к спорту. Полностью согласна. Ну, я вообще участвую в таком первый раз. И пока что совсем с этим знакомо. И для меня, скорее всего, это вот как я зритель, какое-то знакомство с этим. Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду. Я понаблюдала за девчонками, да, и за мальчишками тоже, которые за кулисами готовятся к забегу. Вспала в стресс, успокоилась. А, вначале стартанула. И на середине прямой поняла, что бег это, наверное, немного не мое. И я вспомнила, что я фигуристка. И решила прыгнуть одинарной аксель. Потому что могу. Все, кто не прыгает. У меня вообще хорошо, не знаю. Кто за Валерия? Кто за Валерия? Кто за Губерниев? И посмотрите, Дмитрий Губерниев здесь сейчас выходит на дорожку под первым номером. Он будет одновременно и комментировать, и бежать. Подготовил модные штаны со стразами. Сейчас будем смотреть. Меняют участники звездного забега. Бонусы. Вы видите, напряжение очень серьезное. Даже нервы Дмитрия Губерниева не выдерживают. Поэтому он возвращается в старт Вествор. Ему сейчас судьи несут большие желтые карточки. Стартан. Ягорякин вырывается вперед. Но Дмитрий Губернин что-то как-то подостает. Россия! 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 Получает Россия! Всем приветствия! Всем приветствия! Дмитрий Губернин. Я напомню, что у нас в детстве Петрушину перебилову стартовать. Скажите, кому подарили? Спасибо. Ну и забег прогремел. Теперь выставляют барьеры. И мы ждем объект с препятствием. Будет тоже, я думаю, любопытно. И смотрим первый объект с барьерами. Вакууме показалось не так сильно они обрезаются в ограждении. Видимо скорость снизу и ниже существенно. Визуально кажется. Второй забег. Смотрим. Мы ждем следующих. Здесь еще много интересного в программе. Я думаю, что около 4 часа мы будем наблюдать за яркими забегами и финальными эмоциями. Главное, что финальные забеги тоже здесь. Здесь мы увидим на наших буквально ладошах будет финиш. После которого мы будем честовать победителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь по силуэту узнаю я от Тема Макаренко. Пробу Кристины. И они сильно уверенно вдвоем лидируют на своих забегах. Посмотрим, что будет в итоге в финальном результате. Но сильные ребята очень. Напишите обязательно в комменты, за кого болеете. И сейчас скоро будет забег, где побегут девушки. Такие известные большие звезды. Ольга Бузова, Алана Мамаева и Погребняк. Побегут. Посмотрим и за их забегом, но и за профиками. Здесь тоже много интересного. И Сергея Ширенкова мы ждем на дистанции. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и ничего не пропускайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощный старт Сергей Ширенков. Посмотрите, посередине после... Ох, как. Со всех сложностей прошедших сезонов. Но он уверенно выигрывает этот забег. Обратите внимание на загар, Сергей. Видимо, много тренируется на солнце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эфирные видятся на камеру. Ну и ждем старту следующего забега. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и вот он долгожданный, я думаю, многими. Здесь Ольга Бузова разогревала публику. И многие остановились, чтобы дождаться ее забега. Так вот он, 60 метров, супер спринт. Ольга Бузова уже не в первый раз. Здесь на неделе легкой атлетики соревнуются. Ну и смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, мы с вами планировали проанализировать наряд, в котором Ольга Бузова увидит сегодня. В связи с ее, скажем так, вниманием к ней в этой связи. Но ведь очень скромно в длинных лосинах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и с толпы слышны крики, Бузова, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что это такое? Уже предвижу в чатах бурное обсуждение, что, мол, слили забег. Видимо, в этом забеге победит Ружба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или Ольга Бузова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она, яркая, спортивная, лёхо-хомническая борьба на дистанции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, у него марафон, спортивная ходьба и все прочее. А этот забег как в Маль. Выигрывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь парни рубились в состоянии, мне как девчонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, что, и при губернии, он превышает свой поход. Уже не первый забег на сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА посмотрите на эту чистоту конечно победа уверенная будет такой многочисленные публики очень много болельщиков людей которые смотрят за этим за бегом но и стемнело уже на никольской и такой вайп очень интересный музыка святосвенна музыка болельщиков и скорости очень высокие кристина очень уверенно выиграла ставьте лайки обязательно кристи не зайдут так я стартовал финальный забег у мужчин борьба очень плотная и даже не берусь хотя нет судя по радости от того из участика берусь сказать что из них выиграл на так результатов было бы очень сложно визуальному вечерняя москва много людей ведущие звезды спортсмены как вообще такая идея реализуется уже из года в год по забегу до никольска мне знаете что кажется что здесь конечно маловато места реально мало в парке горького это было бы круче все выглядело и народ смогу быть побольше и в принципе трибуны какие-то организовать что можно было смотреть конечно с одной стороны здорово с другой стороны даже мы журналисты довольно такой периферии находимся и мало чего видно всякие действия преграды известные книжные блогеры которые кстати сделали интервью с дмитрием губерниум и известные известные хаметовый миланы известных объектов да если губера знаете нужно ставьте лайк лайки нам не помешают читать хочу приучить себя читать вот как-то не особо люблю и в принципе практически не читаю но очень хочу начать читать я тебе желаю об этом больших успехов спасибо большое обязательно могу тебя что-нибудь посоветовать а ты любишь что-нибудь такое любовное например анна джейнс читает вообще все спасибо просто посмотрите кто со мной я вот так сделаю смотри вот спасибо спасибо большое дмитрий расскажите вообще любите читать книги но это очень странный вопрос следующий вопрос а какая последняя прочитанная книга я сейчас перечитал виктора астафьева проклятые убитые сильнейшее произведение о войне я вообще очень люблю если говорить серьезно вот эту вот замечательную окопную прозу и поскольку я очень люблю историю в принципе все что касается второй мировой войны все что касается моментов трагических моментов триумфа безусловно мне это все очень нравится и все это знаете хочется переносить на на какие-то события сегодняшнего дня с точки зрения того что давайте делать все для того чтобы жизнь человека была не как вот зачастую на руси копейка базарный день об этом еще не красок писал мой любимый кстати по это один из моих любимых поэтов но для того чтобы вообще в принципе все для человека все для жизни для здоровья все не превращалось просто слова или в лозунги до было совершенно таким нормальным нормальным состоянием в том числе современной россии мне кажется мы к этому стремимся на самом деле многое получается но тем не менее вот если говорить про людей которые делают нас в том числе лучше светлее мне кажется что например виктор некрасов это тот человек которого просто каждый россиянин как мне кажется просто обязан даже не читать а перечитывать а вы можете посоветовать виктор астафьев боже мой договорка была дамы и говорили про некрасова ну а что по бокам то все косточки русские как говорится смена некрасова вы можете посоветовать одну книгу которую бы каждый прочитал вот прям каждый если такая книга безусловно это ильфа петров практически все что они написали но если говорить уж совсем серьезно то каждый обязан прочитать исключительно малыши карлсон потому что не сводить курощать и дурака валять еще нам нужно обязательно перейти через это маковое поле не уснуть для того чтобы в забудном городе уже вывести на чистую воду гудвина потому что мне кажется что зеленые очки равно как и розовые очки нам всем немножко вредят и и сейчас ждем сергей шубинков и его забега финального барьеры Так, ну и готовятся спортсмены к финальному забегу Артем Макаренко. Сергей Шубенков, за кого болеете вы, Макаренко или Шубенков, пишите в комменты. Если выиграет с Артем Макаренко и перед этим выиграла Кристина, то это у меня будет какой-то такой любовный дубль семейный. Давайте смотреть. Я думаю, что за Шубенков здесь очень многие будут топить, потому что когда я его фамилию называл ведущий, Дмитрий Бабернин, то есть публика свистела в хорошем случае этого слова и приветствовала известного спортсмена. Смотрим. И старт мужского финала. Посмотрите, Артем Макаренко как вырывается. Вперед. Сергей Шубенков и... Все-таки сегодня дубль Макаренко, Артем и Кристина. Он празднует победу. Привет, Шубенков. Я не говорил такого. Ты сказал, что он будет первым. А я полезла, кстати, со семейной парой. Это прикольно. Семейная пара. Уху! Кстати, интервью с Кристиной. Я пытаюсь смотреть на моем ютубе. Она уже есть. Такой большой выпуск с тренировки. Ну что же, смотрите. Боксеров, смотрите, они как-то не сильно упираются. Родик носа в тренировках. Они не боксируют и как-то бочком-бочком передвигаются. Я скажу так, что на бокс забей, как вывесит. Происходят легкие атлеты на боксерских забегах. Стараются явно больше, чем боксеры на легкоатлетических бегах. Ну и посмотрим, что за церемонии награждения. Так, здесь награждение началось. Девушки 60 метров с барьерами. Именно они получают награды нервными. Так, награждение 60 метров. Бег. Стройка призеров. Сейчас получает свои награды. И Кристина Макаренко выигрывает. Сегодня этот забег на 60 метров получает заслуженную плотную медаль. Совсем скоро мы увидим ее супругу Артема. На этой же первой ступени в еде стала семейная победа на Никольской. Думаю, так можно назвать сегодняшний турнир. Семейная победа на Никольской. Ну и ждем награждения мужчин. Сначала получат награды те, кто бежал с барьерами. А затем те, кто соревновались в гладком беге. Призеры бега на 60 метров с 33-ми победителя мчатся. Как очень он был рад после финиша-трай победе. Ну и мчатся забегать, запраивать на эту первую ступень. Так, мы ждем следующее награждение финального. Кеша Минков держит награждение. Сегодня он третье место занял. И победитель забега на 60 метров. И прошло этот старт 4 июня. Это первый день недельника атлетики. И далее еще 6-го и 9-го числа будут большие соревнования. Но это уже традиционная ежегодная история. И, конечно, привлекает внимание таких горожан, которые, может быть, до этого были не вовлечены в легкую атлетику. Это здорово. Ольга Бузова сегодня не в самых откровенных нарядах, которая открывала этот праздник и дальше соревновалась. Бежали другие люди, известные и авторитетные. В общем, это здорово. Такое соитие шоу-бизнеса и легкой атлетики. Спорта, может быть, не самого медийно успешного. И мне кажется, таких мероприятий должно быть больше. Это здорово. Единственное, еще раз, обращаю внимание организаторов и вообще всех, что организовано все. Как раз-таки не очень, потому что очень мало места там, где зрители находятся. И немного совсем. И нет никакой трибуны, чтобы можно было там задних рядов что-то вообще видеть. И для прессы, конечно, покажем, что мы находимся очень далеко. И через такие... Не благодаря вам в прети, что называется. Здорово, что как-то подготовлена сама локация. И предусмотрено, что она должна быть. Но по возможности работать с камерой очень все далеко. И для зрителей. Поэтому, мне кажется, может быть, какой-то парь Борького. Или где-то в такую локацию, где побольше именно пространства. Было бы целесообразным это перенести. Что думаете, кстати? Обязательно пишите в комментариях ваши предложения, мысли. И что думаете вообще о неделе легкой атлетики? Я знаю, что в прошлом году этот старт вызывал такую широкую общественную дискуссию. Потому что как раз таки был забег девушек, звезд, фигуристок. И они там не в самой упорной борьбе, скажем так, заканчивали этот забег. И, мол, зачем это нужно и все такое прочее. Мне кажется, что это в некотором смысле ханженство. И пускай будут разные забеги. Но мнения разные тоже нормально. Поэтому напишите свое мнение по поводу этого забега, этого мероприятия в комментарии. Что думаете? За кого болели? За кем смотрите? И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать и дальнейшие, следующие спортивные репортажи с ключевых событий. Я проанонсирую, что у меня в телеграм-канале идет сейчас фанрайзинг, да, краудвайдинг, сбор средств на командировку в Казань. Там пройдут игры Брикс, легкая атлетика, забеги, два дня. Если вы имеете такое желание и возможность, поддержите обязательно мою командировку, чтобы она состоялась. В телеграме есть вся подробная информация. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну и вообще на телегу подписывайтесь, это важно, потому что все оперативно, быстро. На ютубе, конечно, есть некий такой лак в виде монтажа и так далее. А в телеге все оперативно, поэтому подписывайтесь. Ставьте лайк, это поможет в продвижении этого выпуска. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь и увидимся еще не раз. Всего вам доброго! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok